Добрый день! На 101FM интервью с руководителем Кировского отделения Российского детского фонда Валентина Иванова и Валентина Павловна. Добрый день! Добрый день! Мы сегодня с вами будем говорить в основном то о том, как живет Кировское отделение Российского детского фонда, как вы готовились ко дню защиты детей, какие мероприятия вы проводили, планировали, о том, какие они современные дети, ну и, конечно же, о благотворительности. Ну вот, как в этом году вы отмечаете 1 июня, и чем этот год для вас лично отличается от всех предыдущих? Ну, в первую очередь, чем отличается, это тем, что детскому фонду в этом году 30 лет. Да, в ноябре месяце, уважаемые кировщане, мы будем с вами вместе отмечать эту дату. Немного организаций общественных, благотворительных, которые вот живут так долго, но я считаю, это заслуга кировчан, потому что ведь нас не финансирует ни один бюджет, мы живем на пожертвования предприятий, организаций, добрых людей. И если бы только нас не было этой поддержки, то, естественно, детский фонд бы и не существовал. Наверное, все прекрасно кировчане и все, кто нам протягивает руку помощи, понимают, что это для чего? Да для наших детей. Вот понимаете, 30 лет, значит, сколько уже поколений мы, да? И среди тех, кому в первую очередь не протягивали руку помощи, милиции с кировщанами, это, конечно, воспитанники интернатных учреждений. Я вспоминаю тяжелый истоков рождения детского фонда. Я вспоминаю то время, когда в Кировской области было 40 детских домов и школ, интернатов. Материальная база их была, многого желала лучшего. Дети не имели возможности выезжать в областной даже центр, потому что не было транспорта, я уже не говорю о дорогах. Поэтому ведь первые, как говорят, шаги Советского детского фонда во главе с Альбертом Анатольевичем, это как раз были направлены. Приобретение автобусов для детских домов, школ, интернатов. Для того, чтобы в домах ребенка на 10 человек были два воспитателя, а не на 25, как это было, значит, за счет благотворительных средств оплачивали этим специалистам. Поэтому, понимаете, вот все эти годы живем, как говорят, сегодня уже детских домов их 14, понимаете, и сегодня, естественно, у каждого детского дома отдать должны хорошие попечители, благотворители, и живется им намного проще и легче. Хотя другая проблема встает, и детский фонд тоже не безучастен, он занимается, принимает участие в этом. Они вышли из стен детского дома. Да, они получили жилье. Сейчас мы все время слышим, квартиры построили хорошие. А дальше? Ведь жить надо. Ведь своего ребенка мы сопровождаем, мы помогаем обустроить их квартиру и все. Поэтому сегодня, естественно, мы всячески стараемся поддержать. И, знаете, вот лично у меня такая цель, я им все время говорю, вам худо и трудно, но не опускайтесь, чтобы там пить, искать какую-то компанию такую не нужную. Вы придите в детский фонд, мы вместе с вами будем искать, как обустроить, какую мебель обустроить вашу квартиру. Если нет работы, значит, давайте чего-то будем вместе искать. И, естественно, в этом плане попечительские советы в школах-интернатах тоже самое принимают непосредственную часть. Это очень важно, потому что общественность прониклась вот этим. На самом деле, как быть этому ребенку, если тебя бросили родители еще в младенческом возрасте? Вот, во всяком случае, вот эти проблемы, которые были, остаются у детского фонда. И говоря, чем заминать этот год, конечно, 30-летием. Поэтому у нас все направлено для того, чтобы достойно, во-первых, встретить 30-летие, а другую цель, которую мы предъедем, знаете, чтобы в 30-летие сказать спасибо тем, кто все эти 30 лет с детским фондом, кто нам помогал, помогают. Поэтому я думаю, что 16 ноября, как всегда, это дата рождения. Как всегда, мы рождались в Театре юного зрителя. Там, уже договоренно, что там мы и будем принимать гостей. И вот, в общем-то, вместе с детьми мы скажем спасибо всем добрым людям, кировщанам. А проблемы детей сейчас и 30 лет назад, они одни и те же? Нет, нет. Вот проблемы... Я наемный человек. Я все думала, знаете, когда пришла в детский фонд работать, я думала, ну что там, год-два, там пять, и детских домов не будет, и все будет прекрасно. И я останусь без работы. Нет, я об этом не думала. Я уже и тогда была, как говорят, накануне пенсии, поэтому нет, я без работы нет. Я об этом даже и не думала. Что все будет хорошо, и мы только будем, наверное, развлекать детей, да, и семьи. Вот, но кто знал, что развалится Советский Союз? Мы же рождались в 87-м году. И если, вот смотрите, 87-й год, у нас стало поступать столько денег, понимаете, много денег было, потому что все отчисляли заработные платы, заводы, все помогали. У меня сохранилась эта перечень всех, и по какие суммы. Почему мы стали покупать автобусы, почему мы стали детей отправлять за границу, к Черному морю, воспитанников интернатных учреждений. Но кончился этот период, 91-й год. Я вот даже сейчас вспоминаю, это вы представляете, я до сих пор думала, как это мы выжили. И вот честно, уважаемые кировщане, хочу сказать, вот как бы ни относились к комсомольцам, как бы ни относились к коммунистам. А я ведь из той породы. И вот вы понимаете, я естественно, я стучалась к этим людям во всех отношениях. Мне нужны подарки, мне нужна одежда, мне нужно кого-то кормить, мне надо кого-то трудоустраивать. И вы знаете, вот, ведь протягивали руку. Пришла к директору завода комбината ИСКОШ с просьбой. Девочка, вот она у меня в детском фонде спала, ее надо куда-то, какое-то общежитие дать. И на работу. А он мне говорит, Николай Яковлевич, «Сарство ему небесное». Он говорит, да девка, я своих не знаю куда девать, а ты мне тут еще чего. Я говорю, я не уйду. Я не уйду. И ведь и общежитие дали, и на работу устроили. И она состоялась, вышла замуж потом из детей, и она не бросает детей. Понимаете? Вот такая... Или АВИТЭК был 20-го портрета, АВИТЭК сейчас. То же самое. Я говорю, ну у меня же пол разваливается, там это в детском фонде. Директор, ну что с тобой делать? Ну что с тобой делать? Я говорю, ну что со мной делать? Надо помогать, и все. И вот таких случаев, сколько на работу устроено все это. А потом только опять немножечко окрепли. Второй кризис, это какой там, 98-й. Вы понимаете? Ну вот только я еще хочу сказать, понимание вот кировщан, понимание, и у нас уже, наработки эти уже были. И в какой-то степени, и я уже к этому времени, уже шла я, знала. И, наверное, сила убежденности, не для себя. Так и говорила, мне ничего не надо, мне надо вот этому ребенку, или надо вот этой семье. Ну вот так вот это. Сейчас, сейчас, понимаете, сложнее живется сегодня семьям, особенно там, где много детей. Семьям, где в какой-то степени не могут трудоустроить на достойную зарплату. А дети есть, ведь мы, как говорят, везде и всюду объявляли, рожайте. Ну, родили, а дальше? Сокращение, снижение зарплаты, или там еще что-то. А цены-то у нас какие? Я вас слушаю, вот сейчас вспоминаю свое детство, и мне кажется, что, в принципе, проблемы у детей, у молодых людей, что сейчас, что тогда они одни и те же были. Да, 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 да. И вот, во всяком случае, сегодня, сегодня, да, есть семьи, которые, вот если посмотреть на те заявления, которые к нам поступают, и с которыми то не только одежду, обувь, но это мы, этим мы за счет населения то, что сдает. Но сегодня просит у нас и средства гигиены, продукты питания. Ну, тут много и объективных, и субъективных причин. Я думаю, мы не будем сейчас говорить о том, почему ведь, вот, правильно говорят, что на селе сколько угодно работает, и можно заработать, но ведь не хотим туда, нам надо сейчас, к сожалению, прерваться буквально на минутку. Я напомню, что это интервью Валентины Ивановой, руководителя Кировского отделения Российского детского фонда. Мы уходим на небольшой перерыв и скоро вернемся в студию. Мы возвращаемся в эфир. Это интервью руководителя Кировского отделения Российского детского фонда Валентины Павловны Ивановой. Вот, знаете, о чем хочу спросить? Вы говорите, что сейчас просят и средства гигиены, и продукты питания, не только одежду, обувь. Это о чем говорит? О том, что жить стали беднее? Или о чем-то другом? Тут, может быть, понимаете, с одной стороны, я говорю, это особенно та семья, где дети, дети, еще если есть ребенок-инвалид, как правило, пусть меня просят мужчины, покидают эту семью. и вот эта мама остается один на один бревенком-инвалидом, и второй, или там еще и третий ребенок. К сожалению, она не может добиться, что мы платили алименты, потому что то он в розыске, этот мужчина, то, значит, неизвестно еще где. Вот в этом плане, вот мы, детские фонды, все России, мы давно поднимаем вопрос государства, возьмите на себя функции вот этого отца, алименты, выплачивайте как пособие, а его разыщите и заставьте работать вдвойне. Ну вот, понимаете, вот такая картина, а его не могут разыскать, а он в Кирове, он еще черным налом получает за работную плату, все скрыто, а семья без денег. И куда деваться этой маме? Вот такие мамочки и пишут заявление, что надо и это, и это, и это. А что вам отвечают законодатели, когда вы к ним обращаетесь с этой просьбой? Вот мы обращаемся, пока ничего нам не отвечают, ни государственная дума, не отвечают ничем. Приставы пусть ищут, пусть подают в суд, там все что угодно, тут только не это. Этот вопрос даже на координационном совете поднимался, координационный совет в интересах детства, согласно указу президента, он поднимается, возглавляет этот совет Матвенко Валентина Ивановна, там вот все общественники, не только общественники, со всей России, поднимали этот вопрос, она говорит, да, мы ставим предгосударственную думу, но пока вопрос открытый. Но что-то надо делать. Например, там, где области не дотационные, вот я могу говорить, из Челябинской области, там и в Оренбургской области, с коллегами общаемся, там у них за счет бюджета местного идет помощь такая. Ну, а у нас, к сожалению, вот такой помощи нет, понимаете. А сколько у вас всего подопечных? Ой, если считать, я боюсь даже сказать, сколько. Это, знаете, вся Кировская область, ведь мы работаем со всей Кировской областью, со всеми центрами социальной помощи, и через них мы вот подбираем товар, подбираем все то, что необходимо, значит, по их заявкам, да, отправляем, они там по деревням разводят, куда там им необходимо. Что касается в городе Кирович, мы же двери не закрываем, это любой может прийти. Мне даже трудно сказать, вот сейчас одна из фирм перед Днем Победы и перед как раз первым июнем, она сама, ну, работаем мы с этой фирмой, риэлторская фирма, она говорит, дайте нам список на 150 многодетных семей, мы продукты питания подготовим. Мы дали это, но это какая-то доля этих 150 человек, мизерная, потому что, когда они начали выдавать, а ведь это полнится слухом, и начали мамочки, все, которые не вошли в список, а почему нам, а почему нам. И мы прекрасно понимаем, что это и тысяча бы семей только в городе Кирова, которые нуждаются в этом, это бы не хватило. Вот, поэтому трудно сказать, что касается детей-инвалидов. Вот сейчас у меня картотека, кому мы непосредственно помогаем сейчас на реабилитацию, собираем деньги, это человек 50. Это тем, кого мы так на очередь ставим, и по мере сбора пожертвований, мы оплачиваем вот эту реабилитацию в различных центрах страны, за границей, вот у нас Израиль, Германия, куда мы перечисляем деньги вот за это лечение, реабилитацию. Вот, все воспитанники интернатных учреждений, мы считаем, вот сейчас выпускной бал у них готовится, да. Конечно, хочется и красивое платье, хочется, чтобы это, одних выпускников было только 200 человек. Мы стараемся не только там подарки гостинцы, но мы стараемся принять участие, вложить свои какие-то и средства на все, на это, чтобы хорошо этот праздник прошел. Вот, мне трудно сказать, вот если считать, сколько, ну, во всяком случае, то, что детский фонд есть и не закрывает двери, и в любой момент может прийти, это уже много значит. Ведь не только приходят за какой-то материальной помощи. Вы знаете, сколько мы даем консультаций? Консультации, где найти психолога хорошего по каким-то вопросам? Дальше, а где, дайте нам юриста, вот работаем с адвокатской конторой, значит, посылаем туда и разъясняем. А вот тот или иной закон, там, что по инвалидам, что по сиротам, понимаете, если чего сами не знаем, значит, сразу направляем в соответствующие органы и говорим, или же, значит, сразу тоже даем разъяснение. Поэтому, я хочу сказать, различные вопросы, различные консультации они в детском фонде получают. А если брать объем пожертвований, которые собирает Кировское отделение российского детского фонда, вот какая часть в этом объеме от просто граждан, да, а какая часть от компаний? Больше всего помощь от граждан. А в процентном соотношении? Ну, в процентном соотношении. Вот, например, за прошлый год у нас мы получили, я все говорю, хотя мы снилили по сравнению с 2015 годом. В 2015 году мы, повторяю, из бюджета ни копейки не взяли, но в бюджет мы влили. Мы ведь, оказывая помощь, мы ведь это, восполняем вот те проблемы. Было у нас 15 миллионов, то в этом году у нас только 12 миллионов. Вот в 2016 году 12 миллионов. Это вы говорите про объем пожертвований от граждан? В целом, в целом, это и граждан, и население. И если брать, то примерно у нас процентов 70 населения, да, я имею в виду и материальное, и денежное, а процентов 30 предприятий, организаций. Это прошло снижение от предприятий, организации. Если я, например, радовалась 2014-2015 год, когда представители малого бизнеса стали появляться, развиваться, и меня радовало то, что эти молодые ребята или там приходили прямо и говорили, вот сколько вам надо новогодних подарков, а сколько вам надо там к новому учебнику. То есть они к вам прямо сами приходили, не были к ним обращались, а мы пришли. Не надо было звонить, вот это меня радовало, понимаете, и радовало, потому что, слушайте, они сами проникались этим, и это находили нас, вот. А вот в прошлом году, понимаете, вот когда у нас пошло, вот это все, налоги совершенно другие стали, и мы видим, как снижение. Кто-то приносил, закрываясь, приносил нам свои, если это был товар, там, одежда, обувь, прямо так сдавали нам благотворительно, мы закрылись, мы вам больше не сможем, ну, оставляйте вот это. Вот. А что касается населения, то население, я вам хочу сказать, ведь смотрите, вот эти ящики-копилки, магазина «Глобус» в основном, «Глобус», потом «Пингвин» это рыбные магазины, где нам удалось вот это установить, они ведь нам дают, это ведь граждане, это не организация. Конечно, конечно. И мы по 3 миллиона вот таких пожертвований собираем. И я по этим ящикам опять-таки уже сужу о том состоянии и возможности кировчан. Если, например, в 2014 год было там 3,5 миллиона эти ящики дали, в 2015 году, ну, 3 с чем-то там, чуть-чуть побольше, а вот за 2016 год уже 2 миллиона 800. Понимаете? И самый, говоря, анализ тоже проводим, вот смотрите, ящик-копилка в Новоавиадске там есть глобус, система «Глобус». Самый такой продуктивный, а живет в основном рабочий люд. Мы часто там снимаем, и они примерно за год где-то у них за 200 тысяч получаются. И вот давайте возьмем бывший магазин «Океан». Самая мизерная сумма. Понимаете? Или здесь уже стало жить больше пенсионеров, потому что молодежь, где-то новые совершенные здания и все это молодые. Вот вам, пожалуйста, картинка. или, значит, вот, например, около филармонии тоже хорошо работает, гливания хорошие. А как Вы считаете, почему граждане помогают больше, чем организации? Понимаете, больше, наверное, ведь понимаете, организации как? Организация, надо ведь везде говорить, надо ведь разъяснять, понимаете? Если гражданин, во-первых, он или наш сайт смотрит, сам прочитал и увидел наш сигнал СОС, да? Если на этом ящике копилки он видит глаза этого больного ребенка, он видит, и видит, что за диагноз, и это, понимаете? И он проникается сразу. Ведь я физически, вот как руководитель, я не могу, вот в силу, как говорят, мне просто не хватает времени приходить к каждому и объяснять к руководителю, что мои послания, письма, ну вот, он получит это письмо, как бы там я, какие бы слезы не лила, ну он так механический, ну хочу, помогу, хочу, если еще хорошо знают, как говорят меня, вот мне в этом плане, естественно, наверное, помогает то, что я член, обществен, член торгово-промышленной палаты, и когда там бывают какие-то мероприятия, естественно, и я договариваюсь о том, чтобы мне заявиться и проплакать, вот это, да, то вот, понимаете, уже слышат и узнают, ну и вот, поэтому вот это мне помогает в какой-то степени. Что касается руководителей, вот встречая, я говорю, ну что же вы там по имени-отчеству называете, да ты знаешь, там столько мне вот это кипоц, ведь обращаются к ним очень много, очень много. Да, конечно, вот это как раз был мой следующий вопрос, что помощь нужна многим организациям, у нас сейчас очень много общественных организаций, чувствуете ли вы конкуренцию, ну вот за эти, за спонсорскую помощь с другими, такими же общественными организациями? Понимаете, я конкуренцию не чувствую. Я не чувствую, почему? Потому что вот собрались мы, кто-то пытался из общественных организаций собрать вот какие-то общественные организации в Кирове у нас и сказать, давайте мы создадим ассоциацию вот эту самую. Скоординируемся. Да, скоординируемся. Вот деньги в общий котел, так, и вы, так, приехали. И чего это будет? Понимаете, я просто хочу сказать, мы работаем на доверие. И если организация, вот сейчас, опять-таки же, большую сумму, большую сумму, она заявляет, я буду перечислять, дает другой организации там на обостров, но я буду перечислять через детский фонд. Мы за 30 лет себя настолько, и ведь не случайно мы доверяем детскому фонду. Мы своими документами какими устанными документами. Мы не нарушили ни одного законодательства. Мы выполняем все налоговые или там какие-то службы. У нас все, понимаете, все в этом порядке. И если мне дали, или нам перечислили такую сумму, свое время на счет, и куда? Куда мы израсходовали? У нас ведь нет котла, как у некоторых. Вот в общий котел, а куда там израсходовали? Да, я по закону, согласно закону, имею право 20% от денежной массы. потратить вот на содержание аппарата, на содержание свет, вода там, и все тому подобное. Все остальное уходит только на благотворительность. И проверяя нас, видят, проверяя нас, потому что и кировчане видят, если я прошу на лечение ребенка, то именно этот рубль поступает на Иванову, Таню, на Петрову, Диму, и он будет лежать, и будет потом выдан или оплачено лечение. А понимаете, ведь вот посмотрите даже с этими ящиками копилки, сколько милиция разбирается, ходят по городу мальчики совершенно так, мы кировчане. Да, мальчики, девочки. Да, мы опускаем эти деньги, а они эти деньги спокойно снимают, кладут себе в карман. Это что такое? Нет, ну может быть, так поступают не все, но мы же понимаем, что ты никогда не придешь и не проверишь, а куда все-таки израсходованы эти деньги? Нет, вот ящик копилки, вот собрали в этом ящике копилки, предположим, вот сняли, написано Ивановой Тане, Ивановой Тане будут лежать, будут накапливаться, там надо 200 тысяч, вот это накапливается. Эти деньги мы снимаем, вы можете проверить, значит, в магазине этот талон справок, акт, выемки, в детском фонде, понимаете, три человека, независимый человек, представитель магазина и мой бухгалтер. Все, тут уже, знаете, до копейки, до мелочи все учтено. И эти, я еще раз, или нам перечислить на стипендию одаренным детям. Все, они будут получать из этих денег, мы на другие не будем расходовать, я буду искать в другом месте. А почему вы не пишете заявки на государственные гранты для НКО? Понимаете, мы писали, мы писали и, понимаете, с одной стороны хочу сказать, это надо время и надо специального человека, чтобы сидел, вот это и писал. Просто нет времени. Нет времени и я была, мы ведь много поддерживаем организаций, общественных организаций, которые пишут гранты, а им нужна поддержка. Мы выступаем как партнеры, да? Понимаю, что эти организации или вновь создались, или для дела, и я их использую как партнера, потом для дальнейшей работы с инвалидами или с детьми, воспитанниками интернатных учреждений. А писать гранты естественно надо время. Валентина Павловна, нам нужно сейчас с вами прерваться ненадолго. Я напомню, что это интервью Валентины Павловны Ивановой, руководителя Кировского отделения Российского детского фонда. Уходим на рекламу ненадолго и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Меня все так же зовут Юлия Фанасьева, напротив меня все так же Валентина Иванова, руководитель Кировского отделения Российского детского фонда. Говорим мы сегодня о детях, о том, как живет детский фонд и как отмечает День защиты детей. Валентина Павловна, вот как, что в этом году, как вы отмечаете? Мы уже давно готовимся к этому дню и если по-честному говорить, то мы уже начинаем где-то с 20 чисел мая традиционно уже организовывать всевозможные мероприятия, концертные площадки используем, которые, почему мы используем концертные площадки, потому что как раз начинаются отчеты в музыкальных школах, в творческих коллективах и нас с удовольствием приглашают, а мне всегда хочется как можно больше детей из малообеспеченных семей многодетных приобщить к этому, чтобы вот когда ведь ребенок посмотрел, ему захочется тоже куда-то или танцевать, или в театральной какие-то постановки, поэтому мы используем это с большим удовольствием и тем более у нас тесные контакты Святской филармонии, где вот эти оркестры симфонические и Шаляпинские, они нам дают прекрасные, на прекрасные представления детских абонементов, и вы знаете, вот уже несколько из мы так работаем, и я вижу, ребята растут в этом плане, и им хочется уже, приходят и говорят, а нам бы вот на оркестр народных инструментов, поэтому вот примерно с 20-х чисел мы уже начинаем это приглашать и использовать, и вот сегодня, как говорят, не за грами, и 1 июня, 29 числа мы открываем персональную выставку наших стипендиатов детского фонда воспитанников Верховондонской школы-интернат, удивительные, брат и сестра, удивительные, в плане, в плане, понимаете, они прекрасно рисуют, и с другой стороны, вот из рук у них ничего не валится, вот предметы декоративно-прикладного творчества, настолько они делают уникальные, а нам хочется их поддержать, вот персональная выставка открывается, мы приглашаем всех кировчан, много раз, они уже несколько лет, наши стипендиаты, много работ, их было у нас продано на аукционах, на всевозможных, мы используем такую форму, а деньги ушли, конечно, этим ребятам, вот их видение природы, их видение, или потому что что-то там у них внутри это есть, или же потому что они живут, вот верхняя Вондонка, деревня, лес, прекрасная природа, вот они каждую веточку, каждый кустик вот настолько чувствуют, и вот это ощущение вот этой теплоты, и оно пронится на каждое произведение. Кроме того, значит, у нас, нам нынче повезло, что, повезло, что более полутора детей, полутора тысяч детей, это бывает в цирке, на шоу, белых тиграх. На тиграх. Да. Это, спасибо и цирку, который мы договорились, что 500 билетов только благотворительных, а остальные нам по льготной цене дали, и нам удалось продать эти билеты. Поэтому я всегда радуюсь, когда дети попадают в цирк, особенно дети из отдаленных деревень, которые и воспитанники интернатных учреждений, дети-инвалиды. Вот. Кроме, ну, естественно, перед цирком у нас будут работать и аттракционы всевозможные, отдать должное у нас там сейчас два этих колеса обозрения, и большой, и малый, да, и спасибо им. Поэтому постараемся большинству ребят, особенно из районов области, дать возможность вот побывать на этих. Традиционно у нас, смотрите, 1 июня, традиционно, и не изменяем этим, глобус, система глобус принимает 900 детей с подарками, с просмотром фильма, с угощением. Вот настолько тепло они принимают, вот дети просто рвутся. Подарком нынче, смотрите, вот для нас эта особенность, вот так бы все предприятия, как весна. Ольга Юрьевна Доротюк, которая два представления в кукольном театре выкупает за счет предприятия и дарит эти билеты детскому фонду. Вот представьте себе, 700 детей, малышей, посмотрят спектакль «Бобик в гостях у Барбоса». Понимаете, это не каждая семья может даже за 150 рублей купить этот билет. Все бывает. сходить в кукольный театр всей семьей, это не дешевое удовольствие. Естественно, а ребенок, он просит и водички, ему мороженое надо. Я сама это когда вижу, думаю, миленькие, это надо просто накопить сначала, а потом, чтобы, а если не один ребенок? Вот, поэтому я кланяюсь, вот видите, это, и у нас вплоть до 6 июня, до 7 даже июня драмтеат намного дает билетов на представление. Мы вот стараемся разгрузить, чтобы не только там 1 числа, и 2 числа мы традиционно с Вяткой торгово-промышленной палатой мы проводим выставку «Мир детства», «Вятка экспо». И еще я хочу сказать, журнал «Меркурий» молодцы просто, они уже неоднократно и нынче 100 ребят опять выводят Нижнюю Ивкина в санаторий. Вместе с санаторием принимают ребят, угощают, развлекают. Были вот на новогоднем, там, новогодних дни. Ребята в восторге до сегодняшнего дня, представляете? А мы когда поедем снова? И вот, вот таких у нас много таких мероприятий, которые, естественно, не забыты ни одна категория, и инвалиды, и дети из малоимущих, в семье, и дети из детских домов, дети из, от районов области, которые через Центр социальной помощи, мы стараемся, значит, вот приезжать. Кроме того, ведь мы, больницы у нас, и туберкулезный диспансер, и санаторий Нижний Ивкин, ой, санаторий Далица, и психиатрическая больница, там же тоже дети, и вот игрушки пошлем туда, развивающие игры, если удастся, естественно, сладости, все, дети есть дети, им хоть чуксик, но надо дать, поэтому, если у Кировщана кого-то еще созреет вот за это время, приносите нам, помогите, потому что мы полторы тысячи шоколад, на полторы тысячи человек, но нам надо три. Валентина Павловна, буквально пять минут у нас с вами осталось, я хотела еще спросить у вас о том, как вы относитесь к нестандартным формам благотворительности, я о чем говорю, о тех формах, которые вовлекают людей, ну, это забеги, например, благотворительные забеги, благотворительные показы, различные фандрайзинговые мероприятия. Я отношусь положительно, положительно, и почему говорю, потому что мы очень часто сами что делаем, дети делают различные, мы много конкурсов проводим, конкурсов проводим, и говорим, что, значит, поставьте цену, ребята, мы эту, ваши поделки, будем предлагать Кировщанам, на сувениры, на подарки, и вы знаете, Кировщане ведь откликаются очень положительно на это, с удовольствием они покупают, это нам как раз и помогает, может быть, какую-то часть отдать ребенку, который сделал, а какую-то часть использовать для дальнейших конкурсов. Я положительно отношусь к этому, и я вот, с такой организацией, как Дорога Добра, мы работаем в тесном контакте, организация, которая рождалась именно непосредственно в детском фонде, поэтому они молодцы, я приветствую вот все эти их майки разукрашенные, с рисунками детей. У меня есть такая. Прекрасно, вот видите, дальше эти открытки, которые, они нам когда дарят эти открытки, а я потом этими открытками поздравляю и власть, и своих жертвователей, поэтому это молодцы, молодцы они это делают. Надо этим заниматься, и я считаю, это одна из форм. А вы согласны с тем, что заниматься благотворительностью, ну, я имею в виду, жертвовать деньги, стало сейчас модно? я не хочу сказать, не у всех категорий населения. Вот я давно разговор веду, вот смотрите, юбилей предприятий, организации, да, или руководителям, и вот несут эти баночки, скляночки, кружечки, не знаю даже что, и вот приветствуют те, кто благотворительность, вместо сувениров, понимаете? Вот вы извините, вот мне раздается звонок накануне Нового года, вот мы с мужем, там, молодые там и пара, вот нам надарили, надарили, там, на 50 тысяч всего, я вот так, ну, как вас зовут, Таня, Танечка дорогая, вот мы едем на праздник в санаторий Талица, вы можете все то, что вам там надарили, приехать к этим детям, и вот вручить, и я, вы знаете, когда, потом я говорю, зайдите, я хоть с вами познакомлюсь, они съездили, с мужем, я думала, у них молодые они, а они отмечали, по-моему, 20 лет свадьбы, удивительная женщина, теплая женщина, по глазам вижу это, она говорит, Валентина Павловна, я получила такое удовольствие, а я ее предупредила, именно вручать, вот видите этого маленького, вот ему вручите, вот этому вручите, там сами посмотрите, и она именно так и вручала, я посмотрела в глаза этих детей, радость неописуемая, вот у меня еще внутри вот это все, и я поняла, насколько получаешь больше удовольствия от дарения, нежели дарят себе, а тем более вот этой категории детей, поэтому, понимаете, вот это нам надо сегодня, ведь за границей, это уже давно, эта форма пошла, что вот не баночками, там сувенирчиками, у которых может быть этих кружек, или там портамоне, уже знаете, складывая вот столько, вот давайте вот таким делом заниматься, это было бы очень здорово. У нас, к сожалению, с вами закончилось эфирное время, да, мы о многом не поговорили, о чем я хотела, но я думаю, что дай бог не в последний раз, и мы с вами еще встретимся в этой студии. Это было интервью Валентины Павловны Ивановой, руководителя Кировского отделения Российского детского фонда, я поздравляю вас с Днем защиты детей, это ваш праздник в первую очередь, спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо, я поздравляю всех кировщан с этим праздником, мы вышли оттуда. Всего доброго и до свидания. До свидания.